Военное обозрение Геополитическая партия США-Россия Вчера, 5-1 Геополитическая партия, США-Россия Все, имеющее большое значение, видится на расстоянии В начале нулевых годов знаменитый диссидент, патриот и философ логика Азиновьев, УМ-2006, писал, что Россия с научной точки зрения в социальном плане представляет собой болото, к горькому сожалению Философ не видел в российском социуме сил, способных постоять за национальные интересы России Азиновьев ошибся, как и американский политический класс, который, только с радостью, считал точно так же Весной 2007 года первый-послеюльцинский российский президент Владимир Путин выступил на конференции по безопасности в Мюнхене с неожиданной, потрясшей США и весь цивилизованный мир речью против американского диктата в мире И сравнил Вашингтон с волком, который кушает и никого не слушает Вот с этой речи и начался период охлаждения отношений между США и Россией, который вылился сегодня, после наций-бандеровского госпереворота в Киеве, Крыма и Донбасса, в санкционную и финансово-экономическую мировую войну Так называемую гибридную войну Вашингтона и его вассалов против России, которая, в свою очередь, опирается на страны Брикс, Шосс и даже в некотором смысле Турцию, несмотря на ее членство в НАТО Украинскому кризису предшествовал грузинский кризис, начавшийся с расстрела российских миротворцев под Схинвалом и закончившийся быстрым разгромом грузинской армии под командованием Саакашвили в войне 8 августа 2008 года Украинский кризис очень похож на грузинский, да и сам пожиратель галстука в Саакашвили едва ли не прописался в Киеве, вместе со своей командой, изгнанной из Тбилиси Но! Если глобального ухудшения российско-американских отношений из-за Грузии удалось избежать, то с украинским кризисом происходит все равно наоборот Почему? Во время грузинско-саакашвилиевского обострения Газдеп США занимался подготовкой к подрыву арабского мира, который вскоре и потрясли арабские весны Серия газпереворотов под негласным управлением Вашингтона и нашего недоброго знакомого сенатора Маккейна Он курировал эти перевороты, и, помнится, по-хамски угрожал тогда Путину Я иду к тебе, Владимир Похоже, что настоящими руководителями внешней политики США являются Байден, Керри и Маккейн Обама же у них на побегушках, на него можно не обращать внимания, по словам Керри Когда перегорели арабские весны, загорелся бандеровский Евромайдан, но распространиться на всю Украину не смог Путин не пустил Маккейна на порог России, отразил огонь бандеровской цветной революции русской весной, а затем Крымом и Донбассом Вот тогда Газдеп США исхватился за санкции против России, и объявил новый поход на восток по примеру гитлеровского рейха Не побрезговал и гибельсовскими методами, обвинив Россию в аннексии Крыма Фактически, Россия применила на Украине против революционного управляемого хаоса Вашингтона его же собственную гибридную стратегию, с помощью которой он разрушал Югославию, Ливию, Сирию и Украину Контрудар в Крыму сорвал окружение России с Юго, а Донбасс стал форпостом против распространения бандеровского хаоса на юг России Глобальный сценарий Вашингтона по изоляции России был сорван, события стали развиваться вне всяких сценариев, что рождает и надежды, и опасения Формально на санкции США и Европы Россия ответила всего лишь эмбарго на поставку продуктов питания Настоящий ответ был асимметричным, и его объявил сам Владимир Путин, когда категорически сказал о закрытии проекта Южный поток с Евросоюзом Причем, закрыв Южный поток газа в Европу, Путин одновременно объявил о принципиальной договоренности с Турцией о строительстве турецкого потока, результатом которого станет газовая зависимость Европы от Турции Таким образом, Россия бросает Европу, оставив ей на память украинскую газовую трубу, и видимым образом разворачивается в Евразию Турция — это тоже Евразия Если Евросоюз продолжит свой антироссийский курс, тогда через Турцию газ, СПГ, и нефть могут пойти Например, в Индию, об этом договаривались в деле Путин и Сечин, Роснефть Евросоюз, чтобы там не говорили его пропагандисты, потрясен турецким потоком до основания Осознав неизбежное прекращение укрот транзита газа, канцлер Меркель вдруг заявила, что Евросоюз никогда не выступал против строительства Южного потока Понять прозрение Меркель несложно Конкурент на способность немецкой промышленности держится на самом дешевом в мире трубном российском газе, потому что он трубный Немецкий бизнес это очень хорошо знает, и уже отказывается финансировать партию Меркель, и начинает оказывать поддержку евроскептикам Так что газовый вопрос вполне может расколоть Европу Дорогая американская СПГ, это путь к ее упадку, это все понимают, кроме сенатора Маккейна и Джейн Псаки И странное пророчество Ванге, быть Европе пустой начинает, наверное, беспокоить Берлин Итак, России удалось взять под крымско-донбасский замок созданный американцами бандеровский хаос на Украине Хаос Сигил сдерживают на Ближнем Востоке Сирия, Ирак, Иран и Турция, которая почувствовала опасность складывающейся ситуации, и перестала слепо следовать за политикой США Бывшая Украина превратилась в бандеровскую единокраину, и превращается уже в гуляй-поле, по которому гуляют наци-бандеровские батальоны, и превращается постепенно в пропасть между Европой и Россией Прекращение укрот транзита российского газа в Европу – это вопрос времени и случая Правда, останется еще Белорусский мост в Европу Такие тектонические геополитические сдвиги происходят сегодня Однако мы, современники, видим их плохо Видят только один Аксакал, президент Казахстана Назарбаев Он не устает повторять, будет меняться вся архитектура мира А ведь нечто подобное происходило и раньше, причем в начале каждого века Век, блестящий век императрицы Екатерины Великой, победоносные воины Суворова и его питомцев, фактически, со всей Европой, сделали Россию великой державой Между прочим, екатериненский фельдмаршал немец Менних объяснил эти успехи следующим образом Россия, несомненно, управляется Господом Богом, иначе даже объяснить ее существование невозможно Век, наполеоновская агрессия против России, почти всей Европы, русский для Европы, отсталый народ Неожиданный для всех разгром в России прогрессивного императора всей Европы Наполеона Скор по этому поводу просвещенного мира Хахавик, гитлеровская агрессия против советской России, не только немецкая, но также почти всей Европы Русские объявляются фашистами не просто отсталыми варварами, но расово неполноценными Нападение Гитлера на СССР в Россию заканчивается разгромом считавшейся непобедимой немецко-фашистской военной машины Россия же становится ракетно-ядерной сверхдержавой Примечательно, что в качестве оправдания агрессии гитлеровцами предъявлялось культурное превосходство над русскими Век, в результате Бандеровского госпереворота на Украине 2014, США устанавливают контроль почти над всей Украиной Формирует марионеточное квази-государство Бандеровскую единокраину Она объявляется форпостом западной демократии против России Бандеровская армия нападает на русскоязычный Донбасс Дончане, и вообще русские В соответствии с новой фашистской логикой объявляются ватниками и колорадами То есть недочеловеками Нацепремьер-министр Яценюк Напрашивается явная аналогия с началом Великой Отечественной войны Глубокое продвижение западного агрессора за счет фактора внезапности Как и в 1941 год Россия принимает вызов Запада Воссоединяет Крым Защищает Донбасс Это аналогия битвы под Москвой Закончившейся зимним контрударом Как в Дебальцево в Донбассе Америка объявляет себя исключительной страной Объявляет санкционную и финансово-экономическую войну России Все остальные страны, по факту, становятся недоисключительными Оправданием американской агрессии предъявляется демократическое превосходство США над своими жертвами Можно сказать, 22 марта 2014 года бандеровским нациопереворотом в Киеве США начали Третью мировую войну Сегодня мы находимся в ее гибридной фазе Она ведется на горячем Донбасском фронте И холодных финансово-экономических и информационно-пропагандистских фронтах по всему миру Страны развивающегося мира, БРИКС, ШОС и другие, еще обладающие суверенитетом Осознают нависшую над ними опасность со стороны стран золотого миллиарда И объединяются вокруг России в отражении этой угрозы Вот такое начало геополитической партии США, Россия Неожиданный украинско-бандеровский всплеск агрессии США против России И неожиданный крымско-донбасский ответ России В 2016 году состоятся президентские выборы в США В 2017 году Россия заканчивает первый этап перевооружения армии Россия намерена отстаивать свою безопасность жестко Объявил политическую стратегию России президент Владимир Путин